Я провафлил Ситуация сейчас такая Написал начальник ВКонтакте Ну, кто мне заказы по видео дает Короче, он по сути Любит на природе отдыхать В плане того, что там походы всякие Туристические И вот он сейчас В каком-то лесу За 12 км от города И он пробил колесо В общем, не дам крат и ничего Ой, как лифт-то скрипит Не опаздывай ко мне Парень за провал придется заплатить двойне Да, сука, я вышел из недорадской темноты Мне нужна хорошая трава и кеды Иногда я думаю, что плохой человек Продал кому-то Я тут, знаете, что подумал Что у меня очень сложная миссия На этой планете Спасать своих знакомых Вообще поступает очень много просьб Куда-то довести Куда-то подкинуть Тут мне сейчас поступило еще одно сообщение Что их двое У меня сзади Довольно-таки пиздец О таких вещах надо предупреждать заранее Потому что у меня тут могли бы быть Вообще разобранные сидения Они у меня и были так На протяжении двух-трех недель Я так именно и ездил Сучар И вот бежит же прям Не смотрит Бесят такие пешеходы Которые реально чувствуют себя главным на дороге Окей, да Их мы должны пропускать Но при всем при этом Я вот лично стараюсь Ну как бы не препятствовать движению машин То есть если машина гонит быстро Окей, я там не стану выбегать на дорогу Вот И то даже когда она остановилась Я стараюсь пробегать То есть именно на дороге На проезжей части Я стараюсь не задерживаться Потому что я сам водитель И понимаю как накалять, ждать Пока всякие важные курицы Пройдут дорогу Как мне кажется Они там бухие в мясину Потому что не может быть проста Человек написать В семь утра Забери меня С какого-то села В любом у них там была Вписочка и т.д. и т.п. Вот это село Так, вроде гуд. А куда ехать? Так, ну надеюсь, они тут и я все правильно еду. Опа, тихо, тихо, тихо. Так, вот сейчас спустимся. Все, давай, пиздой. А, окей. В ненужный момент же это главное, блин. А мне мать говорила, что они там утром обычно стоят. Я бухой. Сейчас мне выдали повестку в суд. Я ехал за машиной ГАИ в отделение полиции. Мне, получается, утром в пять. Утром в восемь. В восемь тридцать надо будет быть там. С паспортом. Я просто хуй забил на этот штраф. В лучшем случае примут эту квитанцию. То есть я ее сейчас сгоняю, плачу. Вот мне вот сейчас, который новый штраф выписали. Я думаю, блядь, чтобы до суда дело не дошло, надо их сразу оплатить. А то, потому что я потом... Я себя знаю, я забью хуй. Но случилась такая херня, что вот именно вот эти свежие штрафы. Их еще в базе даже нету. Поэтому все, меня сейчас опять отправили домой. Сейчас домой приеду. Мамке ничего не скажу. Травмировать ее психику детскую не будем. Вот. Ну, это уже, знаете, как мои проблемы. Я их должен решать. Платить вот, в принципе, из своего кармана. Я деньги откладывал, в общем-то, на усилок. На киловаттник или два киловатта. Но... Думаю, ветер там будет. Но мечте моей пока еще не сбыться. Вот. Со следующих заказов только. Не получится его купить. Вот. Выписали, в общем... Из-за чего меня вообще остановили? Не из-за тонировки, нет. Меня изначально остановили. Получается, вот эта сплошная линия. Я, получается, вошел в поворот не по разметке. То есть, где она это... В общем, там поворот такой был. И я его очень круто срезал. Вот так вот. Круто я их довез. Изначально-то что? У меня окончился газ. И вот, как видите, еще бензин горит. Я бензин заправил на 100 рублей. Вот. И, в общем-то, ну, надо было заправить газ. Я повернул по одной дороге, на которой постоянно, сука, стоят гаишники. И меня поймали. Так вот. Ну, тренировка я не содрал, лол. В общем, штраф мне выписали на 750 рублей вроде. Но плюс еще к тому, почему мне повестку-то суд присылает. Дали. Сейчас вручили. Я не оплатил свой старый апрельский штраф, который надо оплатить. Так бы проблем было меньше, если бы я делал все и сразу. Но я же лентяй. Это надо не забывать. Нашел я эту ебучую кританцию. По ней мне надо оплатить 800 рублей. И сейчас новый сегодня, как у меня штраф выписали, вроде бы 750. Если память не отказывает. То есть там один штраф косарь, другой 500. Платим полсуммы. Итого 750. Конечно, да. Будут не лишними эти деньги. На них я бы мог. Я не знаю, что бы я мог сделать. Побольше бы их подкопить и что-нибудь путевое в автозвук купить. Но, увы. Увы. Я провафлил. Нарвался на ментов. Минг provoc. П색ателево. Ураю. Всем привет. Меня зовут Саш. И сейчас хотелось бы рассказать, как прошел мой первый визит в мировой суд. Попал я туда по глупости, гордиться нечем. По глупости и по лени по своей. Из-за штрафов ПДД. И для кого ни секрет, кто хоть изредка смотрит мои влоги, еще в апреле я получил штраф. Штраф вообще по пустяку. То есть, ну, гаишник решил докопаться Ну, как я считаю Может, ну, ему виднее, конечно После чего, как бы, у меня на тот момент Не было нужной суммы, чтобы оплатить штраф Я обычно, ну, сразу оплачиваю Окей, когда у меня эта сумма появилась Я думаю, да, ну, нахер, лучше там какой-нибудь усилитель себе новую машину куплю Ну, в общем, на хуйню, на всякую слил деньги Чтобы оплатить штраф, вам дается определенный срок То есть, в районе, там, может, двух-трех месяцев Вот, если вы не оплачиваете Вам уже суденный пристав присылает, ну, повестку Если вы в течение пяти дней не оплатите штраф То к вам, ну, прибегнут санкции какие-то То есть, вас в суд либо вызовут, либо еще куда-то Я это письмо тоже проигнорил Вот, как бы И платить я уже, знаете, я уже думаю Да, ну, смысл платить Там этот уже штраф недействителен Вот Прошло еще немного времени И в один прекрасный момент Меня остановили гаишники Вот, а я, как бы, езжу на тонировке И получилось так, что я там неправильно повернул То есть, повернул через Через разметку, вроде бы Вот И тут они меня тормознули Вот, проверяют на наличие штрафов Но у меня с апреля еще не оплаченный Вот А сейчас на данный момент июль месяц И они, как бы, ну, давай на меня быковать Мол, вот ты такой, там, плохой человек Мы тебе сейчас выпишем протокол Вот После этого протокола Тебя уже Пойдут в суд Ну, то есть В отделение заедем И тебе уже выпишут направление в суд Окей, мы поехали в отдел полиции Мне там выписали по быстренькому направление Вот Получается, меня поймали в субботу В понедельник мне надо было явиться в суд утром Вот Написано по времени 8.30 Я приехал, ну, в указанное время Они все только еще собирались Вся полиция, все вот эти вот Хотя судья нас ждал именно в 9 часов Но мы именно в сам мировой суд Получается, это другое здание Чуть-чуть подальше от полиции Попали на 40 минут позже И судья уже явно был уже не в духе То есть он Получается, я зашел первый Из всех вот Должников по ПДД Там, ну, довольно-таки так много народу было То есть Не я один такой лентяй Ну, в общем, вот И он тут начал нагонять На главного инспектора Ну, который нас туда повел Мол, типа, почему так поздно? У вас же время есть Это Выделено Но смысл в том, что У них была какая-то неверная картотека В суде я впервые был То есть, ну, на данный момент Но у них числилось У гаишников, по крайней мере Что я уже был приведен За такое вот За нарушение ПДД И, как правило Если, к примеру Меня уже Перепривели бы второй раз То Как он Как судья Мне говорил То мне уже Грозилось Закрытие Ну, то есть Как бы, чтобы Как Я точно не знаю Я Минус мой в том Что я юридически Не подкован И я не хочу Как-то Это все учить Там изучать И поэтому Ну, я так отвечал Что, типа, да Впервые был тут Он Вылупил глаза И говорит Вот же тут У гаишника написано Что ты уже привлекался К административной ответственности Я такой Нет Я говорю Я бы тут вам Ну, не стоял Вот так вот С выпученными глазами И Нет Не говорил бы Что и как делать Вот В итоге он вызвал Самого вот этого инспектора Про песочек его Что, типа Ну, вот почему У вас картотека неверная Он еще позвонил Своей секретарше Вот Я у них не числился Это значит Что-то гайцы напутали Вот И Он меня, знаете Как очень сильно стращал Я вообще Ну, я прекрасно знал Что Мне будет штраф Лишь в двойном размере Но Сам судья Был не в духе И настращал меня Так, как будто Я, блядь Убил человека Он говорит Вот тебе адвокат Может понадобиться За что Окей Я не знаю Может это Я слишком такой Впечатлительный Но Я понял Что меня просто-напросто Решили запугать То есть Этим самым Что, типа Вот Такой плохой человек Должник Окей Тут он мне говорит У тебя есть деньги С собой Я такой Да, есть И он мне Тут, знаете Что заявляет Тебе может Понадобиться адвокат Моему удивлению Вообще Вот У меня глаза Были Шире Я не знаю Чего шире Вот Я уже на тот момент Реально хотел Брать телефон И звонить Родителям Потому что Да, да Можете сейчас написать Типа Вот там Фузор Лох За родителей Прячешься Я никому не сказал Что пойду в суд Как бы Но это мои проблемы И решать мне их В общем-то Самому Но на тот момент Я уже реально Не знал Что делать Знаете Еще судья Так придирался До показаний То есть Но он видит Как бы Я Неуверенно отвечаю И он постоянно Так говорит Вы слышите мои вопросы Я вроде Ну типа Это Понятно вам говорю Я думаю Что ответить То есть Как бы Не попасть В этот В просаг Как говорится Ну в общем Меня настращать Настращали Дали двойной размер штрафа И сказали Вот время тебе До обеда оплатить Чтобы Окей Я поехал Оплатил Оплатил еще Новые штрафы Которые мне выписали И в итоге По своей глупости Изначально Вообще Штрафы Оплачиваются За первые 20 дней Полсуммы Но моя лень Знаете Как меня Раскошелило Может таки Так сказать 1600 Это двойной штраф И еще 800 рублей Полный штраф Я заплатил Так вот В общем Ребята Гордиться тут Я говорю Еще раз Нечем Я выложил Пост в группу Где я Сфоткался С табличкой Мировой суд И написал Гангстер Это конечно же Ребята Шутки Никому Я вообще Не советую С этим всем Связываться С этой Суматохой Опять же Они занесли Меня в какую Свою картотеку И если я Еще раз Что-то Такое Подобное Нарушу То Мера пресечения Уже Будет Ко мне Строже То есть Мне не дадут Штраф В двойном Размере Итак Ребята А вы Вот этой басни Такой Оплачиваете Штрафы Вовремя И как Можно Раньше И получилось Так Что у меня Только Вот выдали Зарплату За проект Я такой Думаю Может крышу Затонировал А блять Затонировал Опять же Ребята По глупости То есть Я бы мог Что-то Годное К примеру Даже в машину Купить Но Получилось Как получилось Это будет Какой-то Такой Жизненный Урок Вот я И вам Вот это Вот рассказал Тема Для влога Опять же Появилась Не гордитесь Тем Что Вы ведете Себя К примеру Асоциально Против закона Потому что Вы вырастите Вам За это Может быть Даже Будет И стыдно Я как всегда Пакую Новый Бегет Я не Горжусь Но Это Работа Не доверяя Никому Не слушай Кого-то Я Клоу Если Ты Коп Для Меня Ты Не Больше Чем Клоп Ник Коп Это Вдав Мой Смок А Что Ты Думал Ты Куришь Как Бух Не Под Хай